Скоро 23 февраля, праздник защитников Отечества, и в исправительной колонии номер 23 подготовились к нему основательно. Воссоздали эпизод сражения под Сталинградом. Взяли конкретно историческое событие, бои за завод Красный Октябрь. То есть бои шли долго, бои были кровопролитные, за каждый сантиметр земли боролись. То есть наши наступали, наших выбивали, немцы окапывались, снова наши наступали. Сама экспозиция получилась больше творческая, но мы отобразили именно наступление нашей Красной Армии и фашисты, как отбивались. Для того, чтобы передать момент события с исторической точностью, осужденные изучали документы, читали книги. Макеты военной техники, фигурки солдат – все сделано творческой группой любителей военной истории. И эта диорама побудила больше узнать о Великой Отечественной войне даже тех, кто далек от этой темы. Есть такие ситуации, что осужденные у нас есть образование три класса, неблагополучная семья, и как-то так у них получилось, что они оказались тут. Естественно, они с историей не знакомы, им как бы об этом неизвестно. У нас, да, есть школа, они обучаются, но когда это видишь живую, это намного всегда интереснее. Ну а чтобы закрепить знания о Великой Отечественной, в исправительную колонию пригласили Балаковский поисковый отряд «Набат». Ребята постоянно участвуют в вахтах памяти, поэтому им есть что рассказать. Приехали поисковики не просто поведать историю, но и показать ее. Они привезли передвижной музей на колесах, в котором все экспонаты – свидетели тех страшных событий. Здесь представлены находки как научно-хрестянские, как основанно, так и немецко-фашистские заходы. Осужденные не только послушали рассказ о работе поисковиков, но и сами вспомнили историю своих семей. О дедах и прадедах, которые ушли на войну. Многие из них не вернулись. Четверо братьев, он сам пятый ребенок был, еще маленький был, и отец ушли на фронт и не вернулись. То есть вот только недавно, недавно только нашли их могилу, они были в братских захоронениях. Увидеть это вживую, своими глазами – это важно. Важно для подрастающего поколения. Я думаю, многим было интересно посмотреть, послушать, как происходит все это изнутри, как находят ордена, медали, братские захоронения. Приведут очень нужную и правильную работу по обнаружению и перезахоронению военнослужащих, которые проходили военную службу в период Великой Отечественной войны. Это был первый, но, скорее всего, не последний визит балаковских поисковиков в исправительную колонию номер 23. Осужденные отметили, что рассказ о Великой Отечественной войне побудил их еще раз обратить внимание на эту тему. Благо, в библиотеке книги имеются. Ну а руководство Набата планирует перевести в учреждение новую экспозицию, ведь экспонатов в Музее боевой славы еще очень много.